Еженедельное аппаратное совещание началось с обсуждения ликвидации последствий аварии на городском канализационном коллекторе. Одна из них на улице 2-й Гротоповской. Принято решение о выносе его с частной территории, так как попадает в призму обрушения здания частное. Принято решение о выносе коллектора порядка 350 метров. Также у нас существует проблемная ситуация по улице Попаницев. Там работы завершены на 90% из 110 метров. Уложено 100 метров. Осталось только с двух сторон произвести соединение врезку на этой неделе. Там у нас ситуация стабилизируется и будет завершена. Кроме этого, остается сложной ситуация по подтоплению территорий. Поэтому вопросу к администрации обратились представители нескольких поселков. Начали с Октябрьского. Требует, конечно, откачка болот. Сейчас мы в рабочем режиме с Кириллом Сергеевичем поговорили. То есть, возможно, он сегодня выделит мне машины по откачке, потому что насос не справляется, насос старый. То есть, где розетку мы установили, там качают. У нас не одно болото, у нас три болота. Также выступил представитель поселка Божова. Там тоже необходимы дополнительные насосы. Поселок Горняк же остался совсем без оборудования. Подрядчик уехал из поселка и не откачал при этом половину прудов-испарителей. Адреса у меня все есть. Хотелось бы понимания, что делать дальше и какую информацию людям можно передать. Севастопольская 20, Одесская 24. Качали меньше суток. Там даже 50 сантиметров не откачали пруд. Одесская 10, 15, Болотникова 5, Кутузова 14. Чекали на 7 ноября. Чапаева полностью гаражный кооператив. Никто не качал. Тольятти 24. Все в воде стоит. У нас два подрядчика, которые работали. У одного подрядчика, когда он последний раз у вас качал, получается... В субботу они утром свернулись и уехали. На Одесской 24. У ней контракт закончился. То есть она полный объем выкачала. Который был по контракту. Да, да. Который был по контракту. Объем выкачанной воды полностью ушел. Что касаемо второго подрядчика, у него проблема с насосными, то есть с помпами. По ситуации с подрядчиками, его глава Копейска попросила разобраться и держать на контроле. Другой темой для обсуждения стал субботник. Светлана Лаганова отметила необходимость убирать мусор у торговых точек. Началась уборка возле, скажем так, наших учреждений областных и, как я уже говорила, магазинов. Но надо бы сказать, что не все приняли этого внимания. Поэтому, Евгения Валерьевна, я думаю, выйдем с проверкой. Потому что, я в прошлый раз говорила, идешь в воскресенье вечером, и уже мусорки полные, полные поломагазинов. Но надо своевременно убирать их. Потому что кого они там ждут, чего они ждут. Чтобы там все это растащили. Поэтому это все надо вовремя делать. Поэтому будем ходить, смотреть. Также власти обсудили работы по несанкционированным свалкам, снос ветхоаварийных домов и строительство новых социальных объектов в городе.